Ответ. Но сегодняшнюю героиню нам пришлось очень и очень долго уговаривать принять участие в программе. Сейчас вы поймёте почему. Внимание на экран. С Юлией Игнатовой мы познакомились случайно. Снимая сюжет для одной из прошлых программ, мы проводили опрос среди полных женщин. Есть ли у них проблемы со здоровьем? Среди всех участниц только Юля заявила, что полностью здорова. Скажите, у вас есть проблемы со здоровьем? У меня нет проблем со здоровьем. Я прекрасно себя чувствую, невзирая на жару. Неужели лишний вес и здоровье совместимы? Этот факт нас очень заинтересовал, и мы пригласили Юлю стать участницей программы. Чтобы собрать о Юле больше информации, мы приехали к ней домой. Меня никогда ничего не беспокоило. У кого-то бывают одышки, головные боли, тяжесть в ногах, отечность. Нет, я не знаю, что это такое, слава богу. Юля весит 107 килограммов. Лучшим питанием она считает диету «ни в чем себе не отказывай». Я ем все, что захочу. Любимое мое блюдо – блинчики с мясом, со сметаной, блинчики с творогом, плов, пельмени разные, конечно. Еда с Юлиного стола частенько перепадает ее любимому коту Дону. К своим девяти годам пушистый зверек тоже набрал солидный вес – аж 12 килограммов. Спортом ни кот, ни Юля не занимаются. Погулять могу выйти, вот так вот развеяться. Мне этого достаточно. Таблетки Юля не пьет. И даже не знает, что такое тонометр. Давление никогда не беспокоило. Даже не знаю, какие должны быть цифры. Вообще не знаю. В роду были полные люди, но они всегда были здоровые. Это, наверное, заложено природой. Несмотря на оптимизм Юли, мы решили ее осмотреть. И неожиданно нашли проблему. Ваша печень выступает из-под края реберной дуги больше, чем на 3 сантиметра. Ну, я не чувствую никакого. Это увеличенная печень. Но Юля считает, что эта проблема надумана. Ведь печень никогда не беспокоила. Мы уговорили женщину прийти к нам на студию, чтобы пройти детальное обследование. Любимый кот Дон будет сопровождать хозяйку. Есть женщины в русских селениях. Коня на скаку остановят в горящую избу. Войдет. Ну, а здоровье будет заботиться в последнюю очередь. Встречайте, Юля и ее кот Дон. Ой, какая. Какая у вас сладкая парочка. Да. Вот прям как-то даже не верится. Неужели у вас никаких проблем со здоровьем нет? Никогда. Абсолютно. И ничто вас не беспокоит? Ничего не беспокоит. Вот ассистент наш обнаружил, что у вас печень увеличена. Вы знаете, я сомневаюсь в этом. А какой у вас рост, простите? 172. А вес 107. Угу. Как вы думаете, сколько у вас превышения веса? Ну, я думаю, что килограммов 20, может быть, и есть превышение. Но я никакого дискомфорта от этого не чувствую. А давайте спросим у доктора. Совершенно напрасно. И существует ряд факторов, которые вызывают такое заболевание, как жировой гепатоз печени. Считается, что в ранней стадии это заболевание присутствует у каждого четвертого человека. Для того, чтобы поставить такой диагноз, безусловно, недостаточно одной пальпации. И наиболее достоверным способом диагностики является ультразвуковое исследование печени. Я думаю, что не откладывая на завтра то, что можно сделать прямо сейчас, мы у нас в студии произведем ультразвуковое исследование в вашей печени. И состояние Дона тоже внушает нам некоторые опасения. Чем он питается? Иногда он получает и фабричную такую, и кошачью пищу. Но в основном он просит, когда я ем что-то вкусное, там, сметану, блинчики, он тоже их любит. Блинчики с мясом? С мясом. Поскольку питаетесь вы одним и тем же, алкоголь ни вы, ни он не употребляете, таблеток не пьете, поэтому есть основания полагать, что и проблемы у вас могут быть очень похожи. В общем, займемся вашей парочкой. Мы готовы. У нас в студии специалист ультразвуковой диагностики экстренной ветеринарной помощи Артур Рубикович Саруханян. Он будет заниматься Доном. Ну а вами будет заниматься врач высшей категории Софья Александровна Мизиана. У нас в студии. А сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит печень человека, болевшего гепатозом. И мы видим, что в отличие от обычной печени, которая имеет однородную структуру и одинаковый цвет, здесь мы видим включение в виде таких жировых капель, которые практически по всей структуре печени распространены. И это ненормально. Мы тоже начали обследование, доктор. А Дон вот так вот линяет, потому что он волнуется, да? Да, частично как бы здесь можно предположить, что это из-за волнения теряет волос. Ну и, конечно же, мы сразу практически наткнулись на патологию. Вот у нас действительно гепатоз. Я предлагаю вывести это на экран. В норме вот внизу ткань печени, а вот выше вот идут вот такие вот изменения. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я могу сказать, что кот действительно производит впечатление очень больного животного, хотя он выглядит потешно. Ну, на самом деле, такие животные, как кошки, вот, в частности, это облигатные, плотоядные. То есть они могут все питательные вещества, необходимые для их организма, получить только вместе с мышкой. Просто априори. Артур Григорьевич, а он блинчики с мясом трескает? Так, более того, некоторые люди, вот в моей личной практике был случай, когда я рекомендовал корм есть, ну, а меня владелица обвинила в том, что, ну, все врачи продались производителям кормов, вот, я буду кормить его натуральной пищей. Вот, я говорю, ну, хорошо, ладно. А бульончик пойдет куриный? Я говорю, да, хорошо, кормите бульончиком. На выходе из кабинета она спросила, не подойдет ли бульон из кубиков, бульонные кубики. Вот, прекрасно. Понятно. Так, диагноз Дона Ясин нам. Что с Юлей? К сожалению, мы наблюдаем здесь увеличение печени в размерах. Большей части, даже за счет левой доли, где-то на 2 сантиметра больше нормы. Это много? Это достаточно много, да. Плюс к этому мы также видим диффузное уплотнение паранхимы печени. Это что такое? Это значит, что вот как раз то, что мы называем жировым гепатозом, то есть частично клетки печени заменены жировыми, и уже она не работает так, как должна быть. То есть, я так понимаю, печень начала разрушаться? Ну, замещение идет части ткани печени. То есть, это начало разрушения? Начало разрушения, да. Спасибо большое. Давайте закончим обследование, еще поговорим с Юлей. Я благодарен вам, Анатолий Рубиневич. Спасибо вам за консультацию, за УЗИ. Юль, вы считаете себя здоровой? Я считаю себя здоровой. Вы когда-нибудь видели человека с циррозом печени? Вообще? Вообще видела. У него, по-моему, пожелтевшее лицо. Нет? Да. Да. Знаете, очень часто жировой гепатоз печени со временем переходит в цирроз печени. И человек с циррозом печени умирает. Хотите, я вам сейчас поясню, что происходит с вашей печенью? Да, конечно. Чтобы вы уже совсем и окончательно поняли, как это. Да? Сейчас на время вы встанете на место собственной печени. Угу. То есть как будто бы вы, это часть вас. Вы будете печень. Давайте. Чем занимается печень у нас в организме? Фритроид. Совершенно точно. Она очищает кровь. То есть она в том числе осуществляет функцию детоксикации. Убирается. Убирается. Ну вот вы подготовились к уборочке. Давайте. Так. Ну, чтобы вам было что убирать, идите вот сюда. Вот так вот смотрите. Убирается. Не ходь. Быстрее, пищи много, котлетки. На то, что это блинчики с мясом? Нет, это еще не блинчики. И вы так убираете. Это у нас утренние бутербродики. Убираете. Убираете. А они все поступают и поступают. Потому что организм-то живет. И естественно, что разнообразные продукты распада в нем образуются. И печень должна их утилизировать. А вот я блинчики принес, доктор. Убирайтесь, убирайтесь. Пища поступает. И в этот момент начинают поступать жиры в изобильном количестве. Блины. Держите. Котлетки. А при этом продолжаете убираться. А, вот это сказать, что я не справляюсь уже, да? Нет, нет. Намек понял. Вы продолжаете убираться. Понятно, да. Потому что я посорить не перестану. Тяжеловатенько. Еще. Держите. Еще подмышечку. Ну вы уже меня убираете. Давайте, давайте, убираете. Давайте убеждать, да. Вот так вот. А вот знаете, вот сейчас... Она не успевает. Не успевает. Ну как, посмотрите, что творится. Котлеты пошли. Но вы как следует убираете? Макароны. И вот на текущий момент все счастье заключается в том, что вы не пьете, не употребляете большого количества лекарств. То есть фактически вот этих отходов образуется не такое большое количество. Но представьте себе, что вдруг по какой-то причине вы можете отравиться, у вас может начаться какое-то вирусное, инфекционное заболевание. Продолжайте, продолжайте. И вот в таком случае вы уже точно успевать перестанете. А этого жира становится все больше, больше. А вы справляетесь все хуже, хуже и хуже. А если бы это была, например, водка, как бы вы ее изобразили здесь? Водка? Вот так. Вообще, если бы это была водка, следовало бы еще и корзину нагло водить. Вот. Но поскольку вы не пьете, до таких излишек дело не доходит. Я все поняла. Каюсь. Не надо каяться, надо что-то предпринимать. Об этом мы поговорим с нашим специалистом в студии. Илья Вадимович Егоров. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Поддержите донор, пожалуйста. Вадим Игоревич. Ну вот, конечно, такой спектакль, он всех веселит. А на самом деле, расскажите всем, и в том числе Юле, о чем происходит жировой гепатоз? На самом деле, жировой гепатоз – это не что иное, как одна из частей мозаики. А мозаика эта включает в себя и жировые изменения в сердце, и жировые изменения, которые окружают почки, и жировые изменения, которые касаются кишечника. Ведь что получается? Мы с вами говорим о том, что печень фильтрует кровь. Но дело в том, что она фильтрует кровь от той еды, которую вы едите. Судя по тому, что вы перечислили, я сомневаюсь, чтобы эта еда была, ну, вот того блистательного качества, которая была бы небезопасна для тела. И печени предстоит очень большая работа – не допустить отравления тела теми продуктами, которые вы едите. И плюс печень работает, простите, без выходных. Без выходных, это точно. Значит, если говорить о возможных других причинах, то, слава Богу, действительно, если, так сказать, мы доверяемся вам полностью, здесь речь идет о том, что в вашем случае мы говорим только о местном проявлении, ну, того процесса, который называется ожирением. Другие возможные варианты – это алкоголь. Безусловно, алкоголь – это одна из самых частых причин для появления жирового гепатона. Кто очень любит много пыла. Это вообще ужасно все. Значит, есть еще один момент, и я бы хотел вам это дело обязательно предложить. Хорошо было бы измерить уровень глюкозы в крови, посмотреть уровень инсулина в крови, потому что иногда бывает так, что и ожирение как таковое, и появление жирового гепатоза оказывается такими же проявлениями повышенного инсулина в крови, как и сахарный диабет. То есть это тоже процессы, которые идут в паре. Лекарства могут вызывать лекарственную печень, и это тоже, так сказать, надо учитывать, но это не ваш случай. Но, во всем случае, ожирение в данном случае оказывается очень таким поливалентным состоянием, которое проявляет себя во многих бедах. Я бы хотел, чтобы вы сказали, как справляться с тем сейчас жировым гепатозом в начальной стадии, который есть в Юле. Что нужно делать, и сколько на это время нужно потратить? Я уверен, что это вопрос воли. Дело в том, что, как здесь было совершенно верно сказано, печень – это очень альтруистичный орган. Он прощает. Пока не наступил цирроз, то есть вот в стадии цирроза, то есть действительно уже необратимый процесс гепатоз может иметь обратное развитие по мере того, как будет снижаться вес. И как будет вес уходить с собаков, так будет вес уходить и из внутренних органов. То есть я думаю, что вам надо всерьез проконсультироваться с диетологами и проговорить вопросы снижения веса, определить для себя программу снижения веса, в том числе и для Дона, потому что там тоже, мне кажется, ситуация критическая в его состоянии. Это, в общем, на самом деле, это и сердечная недостаточность в ближайшее же время. То есть есть причины для беспокойства. Снижение веса – это ваша стратегия. Спасибо большое, Илья Вадимович. Я-то что думал, Юля? Я думал, что сейчас вам пропишут лечение, пропишут вам кучу таблеток, а тут, оказывается, надо просто меньше есть. Михаил, я не думаю, что это очень просто. Как Илья Вадимович очень верно сказал, да, это вопрос воли. На одной чаше весов привычки, на другой чаше весов, извините, но десятки лет вашей жизни, потому что гепатоз, цирроз, а дальше очень короткая финишная дистанция. Выбирать в любом случае приходится человеку самому, да, то есть что ему нужно – еще 3-5 лет с блинчиками и творожками, либо еще 20-30 с нормальной печенью. Мы призываем вас задуматься. Спасибо, Юля, что вы с Доном пришли к нам в садику. Красавец. Спасибо вам. Спасибо вам, прошу вас. Знаете, о чем я подумал, доктор? Да таким котом качаться можно. А я, знаете, о чем подумал? Что, наверное, ничего никогда не получится до той поры, пока такому коту говорят «Ой, какой красавец!». А вот когда ему скажут «Ба, как разожрался-то!», вот, наверное, тогда хозяйке станет неприятно. Да, но просто кот может пописать в ботинки после этих слов. А это ничего страшного, потому что лишь бы здоров был. И точно так же хозяйке до той поры, пока все будут говорить «Да вы что, вы прекрасно выглядите!». Какая кофточка, боже мой! Да, вот до этой поры, наверное, мотивов что-то менять в своей жизни не будет. А когда подойдет человек, причем которому доверяют, посмотрит, скажет «Матушка, ты что-то килограмм 20-30 лишних набрала? Цвет кожи у тебя совершенно нездоровый, отеки под глазами, ноги, наверное, в конце дня очень устают». Болят. Горьковатый привкус во рту с утра не посещает? Ну, в общем, что сказать? Можем и не встретиться скоро. Все-таки в душе будем надеяться, что Юля изменит свои не очень хорошие привычки. Но мы, по нашей доброй традиции, обращаемся ко всем ее знакомым. И, друзья, скажите правду в глаза, и ей от этого будет лучше. Была рубрика «История болезни». Мы говорили о жировом гипотозе. Мы говорили о жировом гипотозе.